Всем привет! Сегодня, как и обещала, поговорим о моей коллекции хайлайтеров. Хайлайтеры, как отдельный продукт, активно начали заполнять наш рынок после популяризации Ким Кардашьян. Ну, и ее сестер, скажем так. Тогда, в общем-то, появился и контуринг. У меня на этот счет была своя теория, так как уже несколько лет самыми модными являются такие более матовые, натуральные макияжи. Но, как бы, производителям было напряжно переделывать все производственные линии, так как раньше производились в одинаковом количестве и матовые, и шиммерные оттенки. Поэтому, мне так казалось, что придумали хайлайты. Ну, надо же было куда-то девать вот эти вот все шиммерные сатиновые тени. Вообще, я не считаю хайлайтер таким самостоятельным косметическим продуктом, потому что, мне кажется, без него можно очень спокойно обойтись. Например, когда вы используете в ежедневном макияже только тушь и блеск для губ. Но, то ли нам навязали маркетологи, то ли американские блогеры. Ну, в общем, девочки все чаще и чаще начали получать удовольствие от самого процесса нанесения хайлайта, от бликующей такой мокрой кожи. Это стало популярно у Инстадив. Обговаривали активно всякие глэм-блогеры Америки. И как-то, само собой, потихонечку все начали привыкать к хайлайтерам. Ну, в общем-то, не задумываясь у важности этого продукта, на самом деле, повторюсь еще раз, как по мне, это такая, как вишенка на торте. То есть, если у вас идеально сделан макияж, брови, коррекция губы и не хватает прям какой-то маленькой изюминки, вот хайлайтер именно то. Переходим к моей коллекции. Как видите, продуктов у меня не очень много, но для меня это очень даже предостаточно, учитывая, что расходуется этот продукт по 1 миллиграмму вообще в месяц. Поэтому вот такое вот количество, там где 10 грамм, мне кажется, хватит на всю жизнь. Так вот, с чего началась моя любовь к хайлайтерам? Вы не поверите, но с вот этой вот палетки теней. Почему? Это американская фирма BH Cosmetics, мне просто понравилась палитра цветов, это было года 4 назад, когда еще никто не интересовался контурингом, и я вот тогда еще не понимала, зачем вот этих два оттенка, и даже если предположить, что это тени, почему здесь их так много. И потом, когда YouTube начал насыщаться роликами американских блогерш с сияющей кожей, мне стало понятно, это называется хайлайтер. И, соответственно, я начала его активно использовать, прям влюбилась в него полностью, он был мой единственный неповторимый. Вот такой вот оттенок, очень деликатный, с мелким-мелким-мелким золотым шиммером. И второй оттенок более натуральный, слегка переливающийся, песочный. Это прям такой глэм вариант, вот этот более на каждый день. Он слегка сатиновый и сливается с оттенком кожи. Потом, в какой-то блогерше на YouTube я видела, что вместо хайлайтера она пользуется вот этими вот тенями от Bourjois. Они у меня очень старые, здесь уже стерлось само название, и я видела, что этот оттенок 0,8 просто идеальный в качестве хайлайта. И я такая, блин, у меня же есть эти тени, и давно у меня валялись без дела. Я перестала наносить шиммер на глаза после того, как поняла, что у меня новейшая века, это смотрится странно и делает мои глаза более выпуклыми. Поэтому я очень обрадовалась, когда нашла этим теням применение. Они на самом деле очень классного качества, и в плане нанесения на глаза, и вообще как хайлайт, они дают красивое такое розовое свечение. Очень красиво переливается, эффект такой мокрой кожи. Такое чувство, что это пудра ракушки. Следующий покажу самый популярный хайлайтер. Я его покупала, конечно же, на Алиэкспресс. У нас The Balm в Украине вообще пока еще не представлено. Ну, надеюсь, они скоро заедут, я буду очень счастлива, потому что я уже фанат их косметики. Это палетка, которая называется The Minizer Sisters. Вы наверняка слышали о вот этом вот хайлайтере конкретно с вот этой вот девчонкой, который называется Mary Luminizer. Ну, здесь еще есть Cindy Luminizer и Betty Luminizer. Конечно же, в оригинале они немножечко другого оттенка, чем здесь. Вот этого вот розового точно нет. Ну, скажем так, за что покупали, то и получили. Мне самое главное был вот этот вот цвет, который Mary Luminizer. И он, честно скажу, очень похож на оригинал. Он дает очень деликатное свечение. Не знаю, как это назвать, но очень натурально, в общем, так выглядит. Вот этот оттенок розовый. Ну, мне больше он похож на румяна со светоотражающими частичками. Опять же, повторю, что этого цвета нет в оригинале. Это китайцы уже придумали. И этот вот такой более бронзовый оттенок для загоревшей кожи. Так вот, что касается подбора цвета хайлайтера. Мне кажется, в арсенале нужно иметь один хайлайт с золотым отливом. Он самый универсальный и, в общем-то, подойдет к любому типу кожи. Ну, к славянскому, скажем так. Что касается розовых вот таких вот подтонов. Они хороши, если у вас приблизительно такого тона весь макияж. Или вы просто любите хайлайтеры. Тогда да. Что касается этой трешки, забываю иногда ее пользоваться. Но вот этот вот оттенок просто покорил весь мир. И китайцы, как по мне, очень умело его скопировали. С Алиэкспресс у меня есть еще вот таких вот два хайлайтера. Недавно делала, опять же, полный обзор. Самые ходовые цвета хайлайтеров. Это вот такой вот теплый с золотыми частичками. Вот он. Это вещь, которую я использую, когда хочу нахайлайтиться. Сейчас он у меня в любимчиках. Второй с более розово, с сиреневым подтоном. Что ли, не всем подойдет сразу. Вот этот более универсальный. И, конечно же, призматик Рейнбов от Эссенс. Он состоит из четырех оттенков. Но смешиваясь, они дают очень красивое свечение. Мега удовольствие я получаю, когда им пользуюсь. То есть, если хотите попробовать начать с какого-то хайлайтера, я вам настоятельно рекомендую вот этот вот от Эссенс. Точно не ошибетесь и точно будете довольны. Если же вы прям сильно проникли с темой хайлайта, и для вас вот это вот слишком обычно и никак, то предлагаю вам остановиться на вот этих от Эссенс. Это вообще тени 3D Eyeshadow. Но здесь есть вот этот вот оттенок, который просто слепит все, что только можно. И всех проходящих мимо. Просто в одно касание. Такое чувство, что это чистое серебро. Это не назовешь хайлайтером. Это, скорее всего, вспышка на ваших щеках. Я вспоминаю об этой двушке во время новогодних праздников. И мне кажется, вот этот вот оттенок искристого снега. Ох, красиво как играет. Красавчик. На самом деле, я думаю, не стоит покупать именно хайлайтер в чистом его виде. Достаточно купить любую палетку теней. И в ней обязательно будет какой-то оттенок, который можно использовать как хайлайтер. Например, вот палетка от Эссенс Must Have. Здесь есть вот такой вот серебряный. Опять же, он очень напоминает вот этот вот оттенок. Или вот такой вот персиковый для более загоревшей кожи. И на самом деле, можно открыть любую палетку и найти там как минимум один хайлайтер. Смотрите, чтобы они перекликались с вашим цветом кожи. И вот вам хайлайтер. Зачем, как говорится, платить больше? На этом все. Надеюсь, это видео было вам интересным или полезным. Если так, не забывайте поставить ваш пальчик вверх-внизу. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И, конечно же, пишите, какой у вас самый любимый хайлайтер. Спасибо вам огромное за внимание. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok